а кто это у нас тут сосы такая большая девочка и сосу сосет ай-яй-яй может быть отнесешь ее в кроватку у нас еще новый год хотя сегодня уже 25 февраля скоро весна у нас елка принципе планирули вчера ёлку убирать но к нам пришли гости поэтому скорее всего будем убирать сегодня думаю я начинаю свой влог с того что лёша будет сейчас вешать полочки в ванной вот такие две полки купили в леруа мерлен пару корзин потому что я хочу ванну убрать свои плойки и фен эти корзины стоят в пределах 300 рублей и как раз такую вот корзинку поместились мои приборы наш старый-старый фен это он не грязный у него вот это покрытие просто стало вот таким вот он был такой как немножечко шероховатый и в общем с годами это шероховатость превратилась такие вот штуки это не грязь также у меня здесь лежит одна плойка паровая утюжок и коническая плойка мне этого вполне хватает полочку побольше мы купили для гардеробной три полки 4 консоли и две корзины обошлись в 3070 рублей вот они консоли под бронзу как раз должны подойти для нашей ванной комнаты ну а в гардеробной мы взяли вот такие вот крепления самые дешевые попал в штуку а попал в штуку где попались потерял нет не потерялся он он куда пошел на боли куда пошел папа на боли скажи где папа потерял 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 Наконец-то в ванной у меня теперь порядок, потому что раньше это все было на громоздину на стиральной машине. И знаете, даже вот эти вот две корзинки у нас сейчас пустые, то есть можно еще что-нибудь там разместить. Здесь у нас плойки и фен, которые я убрала, так как мы сушим волосы преимущественно в ванной, здесь есть розетка, зеркало и свет, это очень удобно. Здесь лёшины какие-то принадлежности, здесь мои принадлежности для волос, ну а здесь все для тела, для рук и ног. В общем-то этого вполне хватает. Нам в ванне еще нужны крючки различные для полотенец, полотенцесушитель, об этом я говорила, что они дорогие под бронзу, поэтому покупка пока откладывается. И также мы хотим закрыть вот здесь нишу под мойкой и корзину переставить к ванне. Еще я сюда перенесла вот этот вот маленький органайзер с сайта, по-моему, все на местах. И сюда разместила самый такой основной уход, то есть когда я прихожу, смываю макияж, и чтобы следом потом можно было нанести бальзам для куб, ну тут скраб тоже есть на волосы, я наношу масла различные, сейчас у меня в этих капсулах тоже на обзор когда-то присылают пенка для умывания и маленькие кремики у меня тут есть для области вокруг глаз, то есть я перед сном сразу наношу крем, вот здесь у меня ночной крем, полностью готовлю себя и иду уже спать. Вот так получилось у нас полка в гардеробной, как раз туда ушла вся обувь на зиму, все эти зимние сапоги для снега и сегодня выпал снег. По-другому просто и не могло быть, это как всегда. Сюда я перевесила больше свои рюкзачки, потому что рюкзаки я ношу сейчас чаще всего. У меня насчиталось, по-моему, 6 рюкзаков, мой любимый это вот этот вот бордовый, из новинок синий и бежевый, бежевый я вам еще не показывала, тоже очень удобный вот такой вот серый базового цвета и черный, который можно носить так же, как и сумочку. И еще у меня есть вот такой вот голубой, но он мне не нравится, качество у него плохое, вот эти боковые замки постоянно съезжают вниз. Сегодня снег, но очень солнечно, и пока такое хорошее освещение, хочу показать вам еще некоторые обновки на весну, которые пришли мне не с китайского сайта, вся информация о нем будет в инфобоксике, также будет информация по поводу тканей. Я очень осталась довольна этим заказом, честно скажу, даже не ожидала, что он мне настолько понравится, особенно просто офигенное вот это вот желтое платье, оно немножечко с таким золотым, наверное, переливом. Желтый цвет, он опасный, он не всем идет, нужно, как и в красном цвете, искать свой оттенок. Там такое платье есть еще в таком оливковом цвете, но оливковый это вообще не мой цвет, поэтому я рискнула заказать желтый. На модели оно миди, но для меня это платье в пол, потому что модели, как правило, девушки высокие, для меня это платье в пол. Очень нарядно смотрится, вроде бы такое лаконичное, но смотрится нарядно, мне кажется, на фотосессию подойдет. Платье сзади на молнии, на поясе просто резинка, ткань, кстати, плотная, и это не синтетика сразу ощущается. Мне нравится, что здесь такой аккуратный воротничок, это 44 размер. Мой размер российский, это 44. Иногда я заказываю 46, как правило, на верхнюю одежду, чтобы она была посвободнее, чтобы можно было свитер надеть. Следующее платье это теплое вязаное платье, прикрывающее колени, тоненькое, но теплое. Оно на мне немножечко сидит мешкообразно в области талии, но возможно так и задумано. Я, честно говоря, не помню, как оно выглядело на девушке. Там на сайте есть голубое, это на фотографии выглядело более розовое, на деле это больше такой лиловый с сиреневым потом. Я у менеджеров запросила информацию по поводу ткани, потому что нет ни одной бирки, то есть есть просто бирочка с размером и названием магазина, и все, больше ничего нет, как стирать, как ухаживать за вещью, какой состав, нет никакой информации. Мне кажется, что такой цвет мне тоже идет. Платье теплое, оно закрывает горлышко, смотрится при этом женственно, цвет освежает. В общем-то, такие платья я люблю и люблю их носить с пальто. Следующее я выбрала там блузку. Блузка это ХБ, модель у нее приталенный, то есть по силуэту четко идет. Этот элемент у нас как называется жабо, да, по-моему так. Это размер у меня опять М, красивые пуговки, цвет нежно-розовый. И последняя вещичка, которую я выбрала у них на сайте, и она тоже мне очень понравилась, это был сарафан. Я сейчас уберу вот этот элемент. Это блузка не с их магазина, но мне кажется, что вот эта блузка сюда очень хорошо подошла. Получается такой праздничный вариант, торжественный. Мне очень нравится, как здесь выглядит декольте. Мне нравится длина, сзади небольшой разрезик. Ткань очень приятная на ощупь. Она немножечко, совсем чуть-чуть тянется, но можно сказать, что не особо она тянется. Мне нравится, что вот эти бретельки, они немножко сдвинуты. Мне нравится, что здесь достаточно высокий вот этот вот момент, никакого белья не выглядывает. Отличная базовая вещичка, буду с удовольствием ее носить. И мне кажется, можно любую абсолютно и блузку, и какую-то футболку надеть. Еще раз спасибо магазину за такие классные обновки к весне. Все ссылочки я оставлю в инфобоксике. Хочу поделиться радостью. Наконец-то я купила фотоаппарат. Он ко мне приедет только 3-го, по-моему, марта, сказали. Этот беззеркальный фотик называется Canon M6. 15.45 у него объектив. Полгода назад он стоил 50, где-то 5 тысяч рублей. Я собирала деньги, но в итоге мы эти деньги вложили кое-что в другое. Вы тоже как-нибудь об этом узнаете. И сейчас я увидела, что на него скидка там 12 тысяч, получается он 43 тысячи. Но при оплате карты еще идет 2 тысячи скидка. В итоге он обошелся в 4840. Я не знаю, сколько продлится эта акция, поэтому я решила вам сейчас об этом рассказать. Если кто-то выбирает фотик, я думала между ним и знаменитым влогерским фотоаппаратом Canon J7X Mark II и просто J7X. У них минус в чем? В том, что нельзя подключать микрофон. Вот. И этот еще M6, у него шикарный автофокус именно в видео. Я оставлю некоторые обзоры. Если вам интересно, можете посмотреть, где сравнивают эти фотоаппараты. Конечно, J7X, он выигрывает в том, что он в темноте картинку делает более светлой. Но так как, в принципе, мне это не столь необходимо, то есть для меня важнее, чтобы микрофон подсоединялся. В принципе, я считаю, что это его правильная, реальная цена, потому что такой фотик ну никак не может стоить больше 50 тысяч. А раньше он вообще там около 60 стоил. Это очень завышенная цена, а вот 40 тысяч это нормальная для него цена. Это вот моя камера, которая рыбий глаз Легрия Мини, на которую все жалуются. Она у меня упала, и теперь, когда я поворачиваю кранчик на себя, изображение не поворачивается. То есть я вижу себя вверх ногами, иногда оно вообще не включается. У меня сейчас время перекуса, я буду пить чай с орешками, это миндаль, и финиками. Это то, что я себе позволяю. Это мои отдушины, изюмы, финики. Это то, что я ем, в принципе, каждый день. Иначе я бы, наверное, уже давно бы в депрессию впала, потому что без сладкого я вообще не могу. И хочу немножко поделиться радостью. В то время я стала договариваться с Алисой, и я так рада этому, потому что она действительно меня понимает. Вот я ее кормлю, да, и говорю, доченька, давай ты сейчас покушаешь и пойдешь в твою комнатку играться. Я закрою дверь, но ты не переживай, я тебя потом выпущу. Просто сейчас маме нужно поснимать видео, показать там то-то, то-то, то-то. И когда я закончу, я тебя обязательно выпущу. Если что, ты меня зови. И она соглашается. Я ей там достаю книжки, игрушки. Никакой истерики, никакого плача, потому что она не любит закрытые двери. Пою. Лиса, мы с тобой? Должа. Ты и я, мы с тобой? Должа. С тобой? Должа. А как Алиса говорит, спасибо. Спасибо. Как ты говоришь, прости. Пости. Постальше. Пока. Постальше. Продолжение следует...